С вами Алексей Ницца и сегодня я расскажу, как автоматизировать работу с интернет-сервисами, используя платформу IFTT. Название этого сервиса произносится именно так, сокращенно от If This Then That, что в адаптивном переводе с английского языка значит, если что-то произошло в одном сервисе, то произойдет в другом сервисе. Платформа IFTT была запущена в 2010 году. IFTT позволяет подключать различные интернет-сервисы, например, Facebook, Evernote, Dropbox и связывать их между собой условиями, которые здесь называются рецепты. Для чего же все это необходимо делать? Ответ прост. С помощью этой платформы можно автоматизировать лишние промежуточные действия и экономить свое драгоценное время. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться. Я же войду под своим логином. После входа я сразу попадаю на страницу своих рецептов, но для начала перейду в раздел «Каналы», чтобы рассказать подробнее о том, как это работает. Итак, здесь каналы – это те интернет-сервисы, которыми вы обычно пользуетесь. Это могут быть и облачные хранилища данных, и социальные сети, и новостные сервисы, а также мобильные приложения. Пользователь может подключить используемые приложения из общего списка, войдя под своим логином. Другими словами, у многих сервисов есть открытый API. Это инструменты, с помощью которых одни сервисы могут использовать данные других сервисов. На этом построена работа этой платформы. Мы просто связываем два приложения определенным условием, а данные используются автоматически. Во вкладке «Активных каналов» можно посмотреть те приложения, которые уже подключены мной и какие я могу использовать в рецептах. Переходя в раздел «Брауз», можно найти множество рецептов, которые предлагают другие пользователи платформы. Здесь можно посмотреть как самые популярные, так и самые новые. Так как количество рецептов стало очень большим, платформа стала агрегировать рецепты одной темы в целой коллекции, например, коллекции для спортсменов, садоводов или о интернете вещей. Для примера посмотрим, какие уже существуют коллекции. Как вы видите, их действительно много. Каждая коллекция включает в себя рецепты, которые призваны автоматизировать работу приложения в выбранной тематике. Например, посмотрим коллекцию для новостей. Здесь много рецептов для агрегации новостей и публикации их в своих аккаунтах. В коллекции интернет вещей множество примеров связи умной электроники и носимых устройств с другими сервисами. Я перехожу в общий список рецептов, чтобы посмотреть, какие популярные. Например, посмотрим рецепт, который позволяет сохранять фото на ваш дробокс, если вас отметили на ней в Facebook. Нажимаю «Использовать рецепт» и, переходя в список своих рецептов, вижу, что он появился. Важно проверить, чтобы аккаунты приложения были подключены верно, а также можно указать определенные параметры и проверить, правильно работает рецепт. Например, я использую рецепт, который позволяет публиковать в моем твиттере статьи с новостями из раздела геймификации в новостном сервисе Фидли. Таким образом, я никогда не пропущу ничего интересного, а также смогу быть в курсе новостей первым. Для того, чтобы показать, как это вообще все работает, я создам рецепт вручную. Для этого я нажимаю на синюю кнопку «Создать рецепт». Появляется надпись «If this, then that», то есть мне нужно создать триггер. Это когда одно событие в одном сервисе вызывает другое событие в другом выбранном мной сервисе или приложении. Например, я выберу канал WordPress, к которому у меня подключен мой личный сайт. Я выбираю первый вариант «Любой новый пост на моем сайте». Теперь создадим триггер. Итак, любой новый пост на моем сайте будет создавать новое действие в другом сервисе. Например, пусть это будет Facebook, и будет создаваться новая запись на моей стене с ссылкой на пост на моем сайте. К записи в Facebook можно написать сообщение, которое будет отображаться при использовании триггера. Теперь я проверяю рецепт и создаю его, нажав «Создать рецепт». Переходя в список своих рецептов, я перейду в настройки только что созданного рецепта, после чего я создам новый пост на своем сайте. Потом перехожу обратно в настройки рецепта, нажимая кнопку «Чек». Чтобы проверить именно сейчас, обычно сервису для автоматической работы нужно некоторое время. Видим, что рецепт работает правильно, я перехожу на свою страницу в Facebook и обновляю ее. Теперь появляется ссылка, созданная с помощью сервиса Ифт. Все работает верно. Важно отметить, что подключая к платформе социальной сети, вы должны верно указать степень приватности и то, кому будут видны ваши материалы. Таким образом, платформа Ифт – это уникальный инструмент автоматизации работы с интернет-сервисами, что позволит вам быть более эффективными в работе и экономить ваше время. И главное, ничего не забывать. Вы сможете получать уведомления по СМС о том, что нужно позвонить родителям или взять зонт, если собирается пойти дождь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!